Сегодняшнюю рубрику назовем советы начинающим инвесторам. Прежде всего, необходимо определиться с тем, зачем вы инвестируете, какова ваша цель. Например, если вы думаете, что сразу или даже через пару лет, активно продавая и покупая ценные бумаги, будете хорошо зарабатывать, оставьте это дело. Также это касается того, что вы будете делать то же самое после прохождения краткосрочного обучения очно или в интернете. То есть, сразу постулируем, краткосрочная игра это для рыночных профессионалов, для тех, кто хорошо освоил технический и фундаментальный анализ, для тех, кто осознает риски и в принципе готов к потере. Таким образом, единственным видом инвестиционной цели для рядового инвестора является накопление количества денег, которое будет достаточным для того, чтобы снимать с портфеля 4% и жить на эту сумму. Про это правило я уже рассказывал вам ранее. Остается проблема, как достичь требуемого уровня накоплений. Напоминаю вам, что если вам достаточно, например, 50 тысяч рублей в месяц, а это 600 тысяч рублей в год, в вашем портфеле должно быть не менее 15 миллионов рублей. Вот, допустим, 15 миллионов мы идем, откладывая 10% от своей зарплаты, об этом тоже видео у нас есть. На этом 10-ти или 20-ти летнем пути вам просто надо запомнить следующие факторы успеха. Первое. Используйте сложный процент. Купив акции, вы будете получать дивиденды. Каждую такую выплату вы должны вкладывать вновь, дополняя ваш портфель новыми бумагами. Таким образом, процент накладывается на процент, процент на процент и так далее. Мы уже цитировали и Эйнштейна, и Баффета на эту тему. Следующий совет. Диверсификация. Пусть в вашем портфеле будет 10-15 бумаг на том рынке, где вы и живете. То есть для россиян 10-15 российских акций, для Америки американских. Доли в этих бумагах должны быть примерно одинаковыми. Это, наверное, единственный способ снижения риска, так как при 15 бумагах в портфеле ощутимое 10% падение, например, одной из них, на совокупности бумаг почти не скажется. Третье. Покупайте бумаги с конкурентным преимуществом. То есть не акции, а компании, которые обладают историей, качественной продукцией, инновациями и так далее. Четвертое. Имейте дело только с недооцененными бумагами, то есть теми, чья стоимость выше цены, по которым они продаются. Ну и в заключение. Пятое. Запаситесь терпением. Вы будете проходить через взлеты и падения, но постепенно начнете лучше во всем этом разбираться. Так как будете читать новости о своих бумагах, в целом интересоваться инвестиционной сферой. Ваш опыт будет расти и постепенно само наличие портфеля ценных бумаг будет вам казаться необходимостью. Которая несет вам не только уверенность в будущем, но и создает резерв на осуществление непредвиденных расходов. Продолжение следует.